К профильным направит лечащий врач. В больницах округа упростили запись к докторам. Мастерство вождения. В городе выбрали лучшую автоледи. Раскрасили и облагородили. Нефтяники привели в порядок дворик в больничном городке. По распоряжению департамента здравоохранения округа в больнице Муравленко с июня этого года запись к некоторым узким специалистам проводится через врачей-терапевтов. Такое нововведение направлено на улучшение оказания медицинской помощи и сокращение времени пребывания пациента в учреждении. Сегодня пациенты могут записаться на прием к специалистам любым удобным способом – через регистратуру, колл-центр, информационный киоск или официальное приложение к врачу. С июня самостоятельная запись проводится ко всем врачам, кроме эндокринолога, онколога, кардиолога и уролога. К ним взять талон ни в приложении, ни в информационном киоске невозможно. Сначала нужно обратиться к терапевту. Обращаясь к врачу-терапевту, врач может рассмотреть ситуацию более шире и назначить более шире спектр обследования пациентов и уже направить к узкому специалисту обследованного пациента, что сокращает обращаемость пациента в поликлинику, снижает их посещаемость. То есть он не три раза приходит, а он сдал анализы и уже идет к узкому специалисту, потому что весь спектр анализов уже узкого специалиста есть. Соответственно, сокращается время постановки диагноза и назначения специализированного лечения, говорят врачи. Но в такой схеме записи есть и исключения. Таким образом, те, кто состоит на диспансерном учете у онколога, уролога, кардиолога или эндокринолога по-прежнему могут записаться к своему лечащему врачу через колл-центр или в регистратуре. В случае неотложного состояния в поликлинике организована и отработана так называемая маршрутизация пациентов. Схема удобна и для пациентов, и для врачей. Есть болевой синдром, гипертонический кризис, какие-то боли и позвоночники, которые требуют неотложной помощи. Пациенты направляют в кабинет неотложной помощи или до врачебной. Фельдши уже проводят все необходимые ургентно кардиограмму, там есть какие-то нужные лабораторные. Потом принимают решение или к терапевту, который на приеме в две смены работает дежурной для дальнейшей тактики ведения или направляют в приемный покой. По словам медиков, новые изменения в записи к врачам направлены на улучшение оказания помощи и на сокращение времени пребывания пациента в медицинской организации. Инна Борисова, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Нефтяники помогли с покраской тихих зон для прогулок во дворе родильного отделения в больничном городке. С просьбой привести в порядок эти локации обратилось руководство больницы. Волонтеры нефтяники справились с задачей за несколько часов. Со скамеек и столиков с навесами сняли старую краску и нанесли новую. Теперь прогулочная зона около корпусов больницы раскрашены в яркие цвета программы социальных инвестиций родные города компании «Газпромнефть». Красками и расходными материалами также помогли в «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегазе». Сочные, оранжевые и бирюзовые цвета обновленного дворика выбирали вместе с коллективом больницы. Малоархитектурные формы, которые здесь расположены, имеют особенность при смене сезона приходить в такое состояние, которое просит обновления. Вот поэтому сейчас группа волонтеров от предприятия «Газпромнефть» с радостью откликнулись, прибыли для выполнения этой работы. Работники «Ноябрьскнефтегаза» не только реализуют собственные, но и активно поддерживают самые разные волонтерские акции – социальные, экологические, спортивные. «Захотелось сделать что-то полезное в этот день, поэтому пришла, присоединилась к своему коллективу. Доброе дело надо же делать, обязательно. Добрые дела, важные дела, нужные дела». «В конце будет приятно увидеть результат своих трудов. Будет радовать глаз не только нам, но и пациентам». «Хотелось оставить свой след и сделать этот больничный городок лучше». Сотрудничество медицинского учреждения с предприятием длится уже много лет. Нефтяники помогали с ремонтом кровли в городской больнице, сдавали кровь для пациентов, а врачи проводили в офисе предприятия просветительские мероприятия. На этот раз с помощью кистей и красок волонтерам удалось сделать комфортнее пребывание в больнице. В городе выбрали лучшую автоледи. Семь автомобилисток продемонстрировали мастерство вождения, знание правил дорожного движения, оказание первой помощи и творческие номера. Участницы подарили зрителям настоящее шоу. Конкурс стартует с теоретической части. Девушки показывают знания основ оказания первой помощи и ПДД на два теста 30 минут, но справляются гораздо быстрее. «Надо было повторить теоретические знания, которые немножечко вызывали опаску, потому что все равно, когда ты ездишь, ты уже становишься более практиком, чем теоретиком. И какие-то вещи, которые, допустим, даже нет у нас в городе, каких-то там знаков или каких-то полос, то ты их, конечно же, забываешь. Это мой первый опыт. Я о нем мечтала, наверное, с момента еще даже, когда у меня была машина, но не было удовлетворительского удостоверения. И я очень сильно люблю автомобиль, люблю ездить, люблю вообще все, что с ним связано. Поэтому конкурс автолетий – это такой прям потеха души». В полдень на автодроме машины превратились в арт-объекты, да и участницы изменились до неузнаваемости. Приехали даже целые группы поддержки. «Я желаю всем участницам, во-первых, отличного настроения. Во-вторых, успешно пройти все испытания, справиться с волнением. Ну и в-третьих, конечно же, победы». В этом году творческий конкурс готовили на тему «Вместе за безопасность дорожного движения». Креатив зашкаливает. Здесь сказочные персонажи, пираты, зрители даже могут увидеть творчество коренных северян. Все начинается с машины. Как машину лучше украсить. Пришла идея. В прошлый раз были ведьмы, в этот раз пираты. Решили сразу – будет флаг, будет штурвал. И уже потом под пиратов мы придумывали все остальное. Заключительная и самая интересная часть автомногоборья – классическое скоростное маневрирование. Здесь автоледи показывают все, на что способным. Парковку задним ходом, заезд в гараж, змейку, габаритный коридор, эстафету. «Если честно, эмоций очень много. Очень круто. Конкурс очень нравится. Попробовала себя, свои усилия, так сказать, приложила, чтобы победить, конечно, все хотят. Но главное – участие». «Самое главное – это не сбивать конусы. Змейки, парковки, заезды в гаражи, узкие проходы, все это надо делать на время. За сбитие конуса прибавляются штрафные секунды». Автоледи достойно прошли все испытания и доказали – по мастерству вождения дадут фуру любому мужчинам. В итоге третье место у Людмилы Броварной, второе – у Евгении Липовой. Первое место завоевала Анастасия Маликова. Специальный приз творческого конкурса на своем пиратском корабле увезла Евгения Липова. «Эмоций вообще много, эмоции потрясающие, потому что в нашем городе живут такие прекрасные любительницы автомобилей. Теперь я точно уверена, что можно передвигаться безопасно, потому что все они знают правила дорожного движения. Еще они очень креативные. Все молодцы». Победительницы и призеры получили дипломы и подарки. Лучшая автоледи представит город на окружных соревнованиях по автомногоборью. Они пройдут в Салихарде. Алена Гафарова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Юные муравленковцы узнали об истории родного города. В пришкольном оздоровительном лагере «Северная жемчужина», что работает в августе на базе первой школы, воспитанники встретились с главным архитектором Муравленко Эльвирой Садыковой. Лекцию приурочили к неделе строительства на Ямале. «Мы стараемся, когда строители, архитекторы, когда планируют территорию, чтобы было удобно, чтобы могли в пешей доступности детки, если это зима, быстренько дойти до школы или садика». Ребята узнали, как строятся города, как планируется городская архитектура и инфраструктура населенного пункта. Главный архитектор Муравленко рассказала, как появляются улицы, жилые дома и организации, и даже детские площадки. «Мы подготовили для деток, для маленькой нашей аудитории, лекцию интерактив, для того, чтобы они понимали, каким образом строился наш город, какие проекты были реализованы, какие объекты были построены. И на сегодняшний день, проводя эту лекцию, мы нашли отклик и благодарность маленьких жителей о том, что город развивается, город построен, детские игровые площадки их устраивают». Неделя строительства стала 17-й по счету тематической неделей в рамках реализации проекта «Ямал-100». Все мероприятия, проводимые в ямальских муниципалитетах, можно найти на одноименном сайте. Помимо лекций и встреч в Муравленко до 18 августа проходит конкурс детских рисунков «Я строю город». И на сегодня это все новости. Еще больше вы найдете на сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!